2055 год. Офис компании Гареда. Друзья, наша компания теряет популярность. Какие у вас предложения? Можно добавить новые скины. Давайте выпустим Free Fire Max Ultra Super 2. А может, пустим прибыль не в дешёвые скины и много рекламы везде, а в новую нормальную игру? Перед тем, как мы начнём, я хотел бы обратиться ко всей своей аудитории, связанной с Free Fire. Это видео очень важно, и оно может повлиять на будущее вашей игры. Помогите с его распространением. Досмотрите до конца и обязательно поставьте палец вверх. Напишите комментарий и отправьте его вашим друзьям и блогерам. Только вместе вы сможете добиться нужного вам результата. Всем привет, братья и сёстры. На связи, как всегда, отец Евген. Здарова, отец. Сегодня мы поговорим про смерть Free Fire на СНГ регионе и её будущее. А точнее, про отсутствие этого будущего. Потому что как может жить и развиваться то, что уже давным-давно мертво? Я постараюсь ответить на вопрос, почему так случилось и кто в этом виноват. Может быть, это разработчики, которые убили собственное детище постоянными обновлениями и увеличением донат-составляющей. Может быть, виновата система Pay2Win, которая здесь процветает. Или это токсичная комьюнити или скамеры, которых развилось очень и очень много. Или может быть, во всём виноваты блогеры, которые снимают сотни однотипных говно-роликов, которые просто невозможно смотреть. Это самая настоящая санина. Хотя, фрифайерщикам нравится пить санину и хавать говно. Для всех этих людей игра давным-давно прекратила быть игрой. Она стала для них способом заработка. Или это стримеры виноваты, которые каждый свой стрим только и делают, что скамят своих же зрителей, продавая им воздух. Ну или это подписчики виноваты, которые единственное, что ждут, это халяву от своих кумиров. Ведь фрифайерщики это немощные бедолаги, которые мать продадут за алмазики. Давайте, собственно, разбираться. Присаживайтесь поудобней. Приятного просмотра. Ну а перед тем, как мы начнем, я напоминаю, что у меня есть свой собственный ламповый игровой телеграм-канал. Ссылочку на него я оставил в описании. Там ты найдешь огромную кучу полезного и интересного контента по теме видеоигр. Например, там есть целая куча интереснейших игр на телефоны, доступных для скачивания, которые я обязательно рекомендую тебе попробовать. Потому что они-то уж точно круче, чем давным-давно устаревший фрифайер. Одна вон дивизия, чего стоит. Или мобильный варзон. Ссылочку на свой телеграм-канал я оставил в описании. После просмотра этого видео обязательно подписывайся. Как и почему погибла фрифайер? На самом деле, сходу ответить на этот вопрос очень и очень сложно. Именно поэтому я на своих ресурсах не так давно задал этот вопрос своим подписчикам. Ответы были самые разные. Винили всех. И разрабов, и блогеров, и обычных игроков. И это лишь доказывает, что точного ответа на вопрос нет. Но отрицать тот факт, что игра мертва, по крайней мере на нашем СНГ регионе, просто невозможно. Просто давайте вспомним, каким он был в период из 2019 по 2021 год. Именно тогда был так называемый пик популярности этой игры. Бешеный хайп, миллионы просмотров у блогеров, сотни тысяч суммарного онлайна на стримах. Громкие коллаборации с самыми популярными людьми. Да сам Роналда игру пиарил, алё. Интеграция у самых топовых блогеров. Целые музыкальные клипы у звезд выходили. Несмотря на всё это, совсем не удивительно, откуда у игры только лишь на андроиде больше миллиарда скачиваний. А что с ней сейчас? Игроков стало в сотни, если не тысяча раз меньше. Порой в обе ты стоишь целыми минутами и ждёшь запуска катки. А когда она запускается, в ней бывает даже и половина игроков не набирается. Просмотры у блогеров безумно просели, их буквально нет. Те, кто вчера собирал миллионы, сегодня дай бог 10 тысяч собирают. Многие просто ушли из-за этого с ютуба, они бросили то, что строили годами. Онлайн у стримеров аналогично, его просто нет. Топовых стримеров-миллионников смотрят максимум 100-200 человек. Только Риша Зам там в своих стримах более как-то менее барахтается. У всех остальных просто всё хреново. Интеграции, как это было раньше, их нет. Громких коллаб тоже, турниров. Всё это буквально в один момент прекратилось. И игра в мгновение ока и самой популярной в мире превратилась в одну из самых непопулярных и никому не нужных. И как бы это грустно не звучало, но к этому итогу привела целая пачка самых разных причин и событий. Которые по отдельности, возможно, и не нанесли бы вреда этой игре. Она бы и дальше процветала. Но так как всё это случилось буквально разом, в параллель игра и померла. На нашем регионе, за рубежом-то всё у них прекрасно. Игра развивается, она живее всех живых. Сейчас я хотел бы прям по пунктам назвать эти причины и разобрать их. А после подвести итоги. И спрогнозировать будущее этой игры, каким оно будет. И сразу же отвечу для всех там обиженок. Мой ролик это лишь анализ и критика. Воспринимайте мои слова адекватно. Я, конечно, понимаю, что правда глаза колет и говноедам не нравится, когда их называют говноедами. Но всё это делается в благих целях, ребятки. А то помню, какие вы все тут обидчивые. Начнём с информационной поддержки. Раньше, как я уже и сказал, приток в игре был огромный. Её буквально ежедневно скачивали десятки, если не сотни тысяч человек. Связано это с тем, что комьюнити игры очень активно закупали рекламу и создавали коллаборации с брендами, с другими играми, с артистами, блогерами. Игра и её реклама постоянно находились в информационном поле. Благодаря этому рос не только приток новой аудитории в самой игре, но и цифры у блогеров. После каждой такой интеграции сотни тысяч людей вводили в ютубе Free Fire. И натыкались на контент по этой игре. Натыкались на ролики, на стримы, они знакомились не только с самой игрой, но и её медийными лицами. Даже несмотря на то, что каждый второй это продавец говна. На моём канале даже целая рубрика была «Сколько стоит Free Fire?», где мы разбирали каждую такую интеграцию. И эти видео собирали большие просмотры. Потому что были инфоповоды. Каждый блогер не только делал классическую интеграцию, но и заводил свой собственный аккаунт в этой игре. Он мог реально поиграть с другими игроками. Игроки шли и искали его в игре. Многие блогеры давали промокоды. Под некоторых блогеров даже создавали вещи в игре. Кто-то приходил на оффлайн мероприятия, посещал стримы. А сейчас всё это резко пропало. Я давно уже забыл, когда была последняя хоть какая-то громкая коллаба с каким-нибудь рэпером. Или когда какой-то популярный хайповый блогер рекламировал BFF у себя в видео. Игра просто ушла из инфополя, про неё забыли. Приток новых игроков прекратился. Реклама была этим триггером, который привлекал этих игроков. Старые игроки со временем взрослели, у них менялись интересы, вкусы. Они переходили в другие игры, а на их место новым людям. Им не откуда просто взяться. Хотя казалось бы, у вас для этого есть все средства. Ваша игра приносит миллиарды ежемесячно. Вместо того, чтобы вносить в игру ежедневно десятки донатных событий и выкачивать ещё больше денег, просто закупите рекламу, как это делали раньше. Отсюда и следующая, не менее важная причина, почему игра загнулась. Это донат. Много доната. В один момент его стало так много, что я даже в телеге вёл подсчёт, сколько дней идёт донат. Вы только вдумайтесь, в месяце 31 день. И за 31 день был лишь один день, когда не было в игре нового донатного события. Все остальные дни это донат, 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 донат. Да как же вы заеб... Прямо сейчас, если вы зайдёте в игру, у вас встретит десяток баннеров, предлагающих закинуть в игру деньги. Выбей новый наборчик, купи новую пушечку, а вот тебе башня, а вот тебе ещё рулеточка, а вот тебе джекпотик. Игра перенасыщена собственными обновлениями. И, естественно, это отталкивает большую часть адекватной аудитории, которые считают собственные деньги. Маленьких пиздюков фрифайрщиков в расчёт не берём, они деньги своих родителей не считают, все мы это с вами знаем. Хотя, камон, погодите, какие деньги родители? Ведь каждый второй фрифайрщик нищеброд, они вон как халяву у всех выпрашивают. Не состыковочка, по-моему. Да, в последнее время игра взяла правильный вектор. Есть новые режимы, даже пускай ворованные, взятые из других игр, типа Фулгайз или Аманкас. Но всё-таки для игры это что-то свеженькое. Появляются новые карты, но всё это уже не имеет никакого смысла, потому что делать это нужно было раньше. В попытке заработать ещё больше денег, разработчики буквально забыли о том, что обновление игры это не только новые скины и персонажи, но это ещё и улучшение графики, устранение багов, работа с движком, добавление новых механик и много-много чего ещё, чего этой игре категорически не хватало и не хватает по сей день. Камон, да здесь баги с 2018 года живут и процветают. Чёрт! Чёрт! Метабор, стреляешь на меня, дурак! Здесь читы буквально каждую неделю обновляются. Но зачем нам всё это фиксить? Зачем за этим следить? И давайте не будем забывать, что Free Fire стала популярной, потому что была первой в своём жанре на мобильных устройствах. У неё не было аналогов, и изначально она делалась для владельцев слабых устройств, поэтому она, собственно, и стала такой успешной. Особенно в странах третьего мира, где люди до сих пор на тетрисах играют. Но со временем рынок очень изменился, конкуренция возросла в сотни раз, в батл рояле буквально каждый месяц новые выходят, планка качества ушла далеко вверх. Посмотрите на графику недавно вышедшего Farlight 84, сегодня это буквально лучший батл рояль, у которого нет конкурентов. И посмотрите на Free Fire. Игра буквально никак не изменилась со времён 2018-го, тут до сих пор прицел, это ПНГ-картинка, алё! И да, они пытались это исправить, улучшить графон, они анонсировали и выпустили Free Fire Max, мол, смотрите, сейчас графика будет круче. Вот он, Free Fire для мощных телефонов, мы сейчас всё сделаем. Я сейчас уничтожу всех тех, кто говорил, что графика во Free Fire говно. А по итогу это ровно та же самая игра, с ровно такой же графикой. Вы чё тут меняли эти три года, я не понимаю? Это точно такая же игра, которая в некоторых аспектах даже хуже. Free Fire Max это говно, ребят, пососите. Сейчас мы у вас просто вот так вот, просто зайдём и выйдем из вас, и всё. В итоге вышел Free Fire Max, прошёл годик-два, и что с ним теперь? Он мёртв! Все, кто играет в Free Fire, 99% игроков, они играют в старый Free Fire, потому что он менее требователен, чем ваш Free Fire Max, отыгрыв, который на телефоне можно яичницу, блядь, жарить. Они обещали новую супер проработанную карту, где реально видны улучшения. Вот он, Бермуды Max. Но с тех пор прошло почти три года, а карты до сих пор нет. И, видимо, её никогда не будет, про неё просто все забыли. С вашими деньгами, с наличием версии Free Fire Max, вы могли бы перенести игру на новый движок, но нет. Вы добавили очередной скин с характеристиками, который снова ломает уже и без того, как только можно поломанный баланс. Хорошо, даже если это сложно, вы могли оставить прежний движок, если менять его вам трудно. Вы могли бы поднять качество графики на этом движке, заменив текстуры, банально. Но нет, вы добавили нового, уже 50-го питомца, который снова сломал и без того поломанный баланс. Вы могли бы вместо того, чтобы копировать никому не нужный режим Аманкаса, потому что у людей уже есть один Аманкас, им второй не нужен. Вы могли бы ввести интересные и полезные механики в ваш главный режим, Королевская битва. Эти механики бы освежили геймплей, но нет. Вы добавили 141-го персонажа, с новыми способностями, которые снова поломали и без того сломанную игру. Free Fire, с каждым новым обновлением, которое тут буквально штампуется ежемесячно, она становится все больше и больше дисбалансной. С каждым днем в ней все больше и больше скинов, которые дают игрокам преимущество. Система Pay to Win тут процветает, как нигде больше. Для особо одаренных Free Fireщиков, поясню, Pay to Win, это значит заплати и выиграй. Это такая механика, когда донат дает вам преимущество. Хотя кому, кому я объясняю, вы же тупее камня. Ни в одной игре вы не найдете настолько заточенной на Pay to Win донат составляющей. Каждый персонаж, каждый скинчик, каждый питомец, даже скины на автомобиле, они улучшают геймплей и делают его проще для донатеров. И естественно, нормальные игроки уходят отсюда, потому что им буквально говорят, хочешь играть в нашу помойку с комфортом? Хочешь всех нагибать? Тогда задонать! Донатеры тут, это основная аудитория игры. Но даже при этом, вы умудряетесь плевать на донатеров, сливая раз за разом то, что уже было, понижая на это прайс. Порой и вовсе вы отдаете то, что покупалось за реальные деньги совершенно бесплатно. Так вот у меня вопрос рисуется, а за хера я донатил сюда? Для чего? Если спустя время то, на что я слил десятки тысяч рублей, вы отдаете бесплатно. А про саму механику доната я и вовсе молчу. Это гребанное казино, направленное на то, чтобы забрать как можно больше денег. Порой ты можешь задонатить десятки тысяч рублей. И не забрать то, что тебе надо. Раньше было лучше, это факт, это вам скажет любой оут. В месяц выходило 2-3 события, ну ладно, максимум 5. Теперь событий стандартно 30, а то и 40 штук. И ладно, пофиг за объемное это. Раньше хотя бы был высокий коэффициент забрать то, что надо. Ты мог взять нужную тебе вещь за копейки. А сейчас из тебя буквально высасывают, выдаивают, все. Раньше большую часть вещей можно было забрать бесплатно. Тебе за то, что ты играешь, за то, что ты заходишь в игру. Давали эти гребаные алмазы, и ты на них мог крутить свои рулетки. А сейчас бесплатно тут лишь шлак, который не имеет никакой ценности. И отсюда же, из-за такого обилия денег внутри игры, выходит и следующий пункт. Скам и скамеры. Пожалуй, Free Fire на сегодня является одной из самых жестких игр, где скам буквально везде и во всем. Каждый третий игрок здесь это скамщик. И скамят они на все, начиная от продажи валюты, заканчивая продажей целых аккаунтов. Кидают на десятки тысяч рублей ежедневно. Да господи, о чем мы говорим, если разработчики уже на протяжении пяти лет не могут удалить с главной страницы в поисковиках фишинг-сайт, копирующий их же онлайн-магазин. Когда ты вводишь Гарена Шоп в Гугле, первым делом ты видишь скам-сайт. На нем оставили сотни тысяч рублей и оставляют до сих пор. А разрабам буквально насрать. Я не удивлюсь, если они в доле. И я молчу о том, что они блогеров своих же не банят, которые в открытую скамят свою аудиторию. Буквально каждый второй популярный стример продает проверки в гильдию. Ему кидают десятки людей донаты и не дожидаясь своей очереди ливаются стрима. Потому что поток огромный. У некоторых стримеров очереди уже насчитывают тысячи человек. Блогеры скамят на комнаты. Они продают комнаты, которые можно набить бесплатно. Кто-то продает настройки. В этой игре каждый блогер делает десятки тысяч рублей на том, что продает настройки на телефон и обучение. Я с этой херни вообще всегда угорал. Я не понимаю, как это возможно. Но для большинства фрифайерщиков это норма. Они ведь говноеды. Чуваки, вот в описании под этим роликом есть ссылочка на мой телеграм-канал. После просмотра этого видео залетайте туда. Я сегодня солью все платные настройки от всех блогеров по фрифайеру. Потому что эта шляпа стоит 0 рублей. Мне не жалко. Отсюда сразу же и следующий пункт. Для блогеров, которые по сути должны рекламировать проект аудитории, завлекать новых игроков в эту игру. Для этих людей игра перестала быть игрой. Все, в чем заинтересован блогер, стример, это заработок. Но не за счет интеграции. Нет. Каждый первый блогер по фрифайеру зарабатывает путем обмана и продажи воздуха. Никакого привлечения новой аудитории не будет. Никакого возвращения старой аудитории не будет. Пока вы, блогеры, снимаете свое говно. Да, есть, конечно, блогеры, кто еще хоть как-то пытается что-то делать и вносить разнообразие в общий поток. О, ЗАМа, стримчики более-менее как-то норм. Трэшер там пытается что-то делать. Но и... Буквально все! Больше нет никого! Все остальные это какой-то скан турниры, настройки, комнаты и прочая ересь. Тут каждый второй это Дан Ред, который снимает десятки роликов без монтажа. И это повторяется из месяца в месяц, из года в год. В игру не приносит ничего нового. У вас был Юрич, который ворвался в игру, который делал что-то новое, уникальное. У него канал рос как на дрожжах, он создал новые рубрики, он делал коллабы с другими блогерами. Но вы его просрали! Нет, больше Юрича! Он в другой игре теперь у конкурентов и там собирает за два месяца больше просмотров, чем за год у вас! И так будет с каждым! А отсюда и следующий пункт рисуется аудитория и ее интересы. То есть говноеды! Недаром говорят, спрос рождает предложение. Когда каждый блогер буквально только и делает, что клянчит бабки у своих подписчиков, им больше от него ничего не надо, им не нужен контент, им не нужен крутой монтаж, новые идеи, коллабы, им халяву подавай! Алмазики по-братски! Я казах, у меня дом сгорел! Отправь донат! Комьюнити игры большая его часть это халявщики, для которых делаешь ролик, стараешься, что-то монтируешь, а затем выкладываешь и бац, у него 10 тысяч просмотров. Думаешь, ну ладно, ролик не зашел, другой хайпанет. Заходишь в комментарии, а там дай алмазы ПЖ, дай алмазы ПЖ, я казах, какой-нибудь Дан Рэд делает ролик за 5 минут, просто включая запись экрана, покрутив кейсики и пообещав фейковый промокод. Его видос собирает 500 тысяч просмотров. Естественно, ты это видишь, у тебя жопа горит, у тебя руки опускаются и ты по итогу уходишь. Юрич, яркий тому пример. Отец Евген, яркий пример. Да, это честно, что сейчас прозвучит, но вы не можете отрицать это. Я за год в эту игру принес столько инфоповодов, сколько не сделал ни один ваш блогер. Ну хоть одного мне назовите, кто на регулярной основе создавал рубрики новые и устраивал шоу на стримах. Таких тут просто нет. А который появился впервые за 5 лет, он спустя год уже стендов снимает. Игра страдает от того, что вам контент этот не нужен. Вам турнирчики на алмазы подавай. Халяву гони, алмазики, настройки. Вам плевать на качество, вам любое говно дай. И пообещай за просмотр промокод фейковый, вы это забустите. Большая часть зрителей Free Fire это самые настоящие говноеды. И естественно, с таким комьюнити будущего у игры нет и не будет. С такими блогерами его нет и не будет. Ну и плюс время, естественно. Те, кто пришел в эту игру ребенком, ушел из нее уже взрослым. Со временем игра просто наскучила. Зачем в нее играть, если тут ничего нового? Зачем смотреть этих блогеров, стримеров, у которых идей просто ноль? И им кроме денег ничего от вас не надо? А потом все удивляются. Почему игроки ливают? Почему онлайн просел? Просмотров нет. Да как они будут набираться, если вы сами для этого ничего не делаете? С таким успехом никакого будущего у вас нет и не будет. Игры, которые выходят сейчас по качеству и контенту, разорвут ваш любимый Free Fire в клочья. Блогеры в этих играх рвут вас по просмотрам. Тот же самый стенд-офф, над которым вы всегда смеялись, живя ровно столько же, сколько Free Fire, даже чуть меньше. Он уже вас обошел в сотни, в тысячи раз. Каждый блогер во Free Fire это пустышка, ничего из себя не представляющий. Каждый второй с камерой лентяй, у которого в голове не успех. И будущее своей любимой игры, которая дала ему то, что он сегодня имеет. А только лишь бабки от остатка его когда-то былой славы. Че, не согласны со мной? А давайте поспорим. Аргументируйте свое мнение в комментариях. Ну а я пока что приношу извинения перед всеми, кого этот ролик мог обидеть. Простите за горькую правду. Ну а с вами был, как всегда, отец Евген с горящим пердаком. Очень надеюсь, что ролик вам понравился. Далее на канале будет выходить тот же контент, который и выходил. Будем двигаться именно в этом направлении. Мне, честно сказать, это очень сильно нравится. Надеюсь и вам тоже. Ссылочка на мой телеграмм в описании. Подписывайтесь туда. Там еще больше контента для вас. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok